ФРС и правительство говорит множество вещей, которые оказываются ложью. Никто сегодня не знает настоящую стоимость раздутых ими активов. Этим они подвергают опасности бедные и средние классы. Поэтому гражданам приходится искать что-то другое для хранения своих сбережений. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейши Ди, и добро пожаловать в новое видео. В этом видео я хочу поделиться с тобой новостями, о которых никто не говорит на падающем рынке, но которое показывает, что несмотря на падение цены происходит развитие и принятие биткоина и альткоинов. Также я хочу показать тебе очень интересный видеоклип, в котором Джек Моллерс, создатель компании Strike, разоблачает ложь Федеральной резервной системы. И если это звучит для тебя интересно, я буду признателен, если ты поставишь лайк. Для тебя это 2 секунды, а для меня большая мотивация работать дальше. Это помогает видеороликам попадать в алгоритмы Ютуба, что очень помогает росту моего канала. Большое спасибо за поддержку. Начнем с этого поста от все того же создателя Strike'а Джека Моллерса. Он пишет. Добро пожаловать, Аргентина! Сегодня мы запускаем новый финансовый инструмент в стране, которая сталкивается с гиперинфляцией, а также с грабительскими платежными системами и совершенно неудобными для использования трансграничными платежами. Сегодня мы впервые используем открытую глобальную монетарную сеть, чтобы дать людям Аргентины надежду. Эта сеть называется Биткоин, и это огромные новости и большой шаг для принятия Биткоина. Что это значит? Это значит, что каждый, кто живет на территории Аргентины и владеет мобильным смартфоном, сможет с помощью приложения Strike использовать Lightning протокол Биткоина для отправки быстрых денежных переводов, либо же для того, чтобы спрятаться от гиперинфляции в стране, которая в Аргентине очень-очень большая. Есть в Тихом океане королевство, что известно под названием Тонго. Мало кто о нем знал до сегодня, но именно 14 января стали известны новости, благодаря которым все криптосообщество обсуждает Тонго. А именно эти новости. Тонго готовится принять Биткоин в качестве законного платежного средства уже в ноябре 2022. Бывший депутат Тонги сообщает целый план того, как это будет происходить. В сентябре-октябре этого года в парламент поступит законопроект. Далее его отправят в Дворцовую канцелярию, чтобы его величество предоставил королевское добро. Чуть меньше месяца после этого Тайный Совет его одобрит, и спустя 2-3 недели после одобрения законопроект вступает в силу. А значит, Биткоин станет законным платежным средством в Тонге. Это будет уже вторая страна наряду с Сальвадором, которая примет Биткоин в качестве официального платежного средства и, возможно, возьмет курс на полную дедоларизацию. Хорошие новости для держателей Доги Коина, которые уже немножко в нем, наверное, успели разочароваться, но Илон Маск сегодня немного его подтолкнул. Он сообщил о том, что Тесла начнет принимать Доги Коин в качестве средства платежа в своем магазине товаров. Честно, я не очень понимаю, почему именно Доги Коин, а не Биткоин. Почему не вернуть Биткоин? Из-за экологических соображений? Во-первых, мне кажется, что с тех пор, как Илон Маск в последний раз обвинял Биткоин в неэкологичности, его экологичность явно возросла. А во-вторых, в долгосрочном будущем Биткоина, я уверен, больше, чем в долгосрочном будущем мемной криптовалюты. Но, очевидно, Илон Маск куда умнее меня, и поэтому больше верит в Доги Коин. Именно поэтому за Доги Коины теперь можно купить пряжку с логотипом Теслы. Всего-навсего 835 Доги Коинов. Банк Америки выбирает Солана. Солана может стать визой в мире криптовалюты. Это прямая цитата Банка Америки. Такая большая поддержка Соланы от такого большого банка. Не удивлюсь, если они инвестировали в Солану, прежде чем начать публично ее поддерживать. По словам аналитиков, банка Солана может стать аналогом визы в мире криптоплатежей. Банк отметил более 400 децентрализованных приложений, уже построенных на блокчейне Соланы, которые работают совсем от децентрализованных бирж до рынков NFT. Но кроме Соланы, Банк Америки также хорошо настроен по отношению и к Эфириуму. Аналитики этого банка уверены, что Эфириум станет блокчейном для крупных транзакций, а также, внимание, для идентификации личности, для хранения информации и для использования в мире цепочек поставок. Не намекают ли нам банкиры, что проблемы цепочек поставок, которые вызваны ковидом, могут быть решены в будущем с участием Эфириума? Если это так, то представь себе, как вырастет его цена после этого. Солана и Эфириум, видимо, имеют прекрасное долгосрочное будущее. А теперь я хочу перейти к главной теме этого видео. ФРС США врет нам о биткоине. Именно так я и назову этот ролик. Послушай отрывок из интервью Джека Моллерса, о котором мы говорили в начале. Это интервью он давал на канале CNBC. Оно оказалось весьма познавательным, ведь Джек дает нам инсайт о манипулятивной лжи Федеральной резервной системы. А все началось с безобидного вопроса ведущей, куда, по мнению Джека, движется цена биткоина. А закончилось тем, что, несмотря на всю манипулятивную монетарную политику ФРС, это как раз-таки биткоин может предложить самую прозрачную монетарную систему, которая есть у человечества. Я хочу, чтобы ты ответил всем тем в США, кого интересует стоимость криптовалютных активов. Не то, чтобы я заставлял от тебя делать какие-то прогнозы, просто озвучь свое видение того, куда идет цена биткоина, насколько это возможно с твоей точки зрения. В будущем она будет расти, вот что я думаю. Когда монетарная политика, предложение количества активов известны, единственным вопросом остается спрос. А у людей этот спрос высокий. За последние два года ФРС полностью извратила риск менеджмент практически на всех активах. Кроме этого, она обесценивает сберегательные аккаунты обычных граждан, просто-напросто грабит их. Поэтому гражданам приходится искать что-то другое для хранения своих сбережений. Что же это может быть? Недвижимость? Может, драгоценные металлы? У металлов нет фиксированного предложения, и безопасность страдает. Биткоин куда превосходнее, как актив. Он разработан нами, людьми, как раз таки для того, чтобы решить все проблемы, что существуют в экономике. Он призван хранить и приумножать богатство. Поэтому я думаю, что он будет расти по отношению к чему угодно, не только к доллару вместе с ростом спроса. А как же насчет аргумента, что ФРС США говорит, что собирается ужесточать денежную политику и сокращать вливание в активы достаточно агрессивно? Ну слушай, это больше похоже на какую-то перестраховку. ФРС и правительство говорит множество вещей, которые оказываются ложью. Что ты хочешь сделать? Начать им верить сейчас после многолетней лжи? Невозможно верить, это даже смешно. Федеральный резерв устроил эту толерантность вокруг всех активов. Никто сегодня не знает настоящую стоимость раздутых ими активов. Этим они подвергают опасности бедные и средние классы. А теперь их венчурные капиталисты поднимают миллиарды долларов и рассказывают нам, как нужно жить. Биткоин – это сигнал, что этому скоро придет конец. Биткоин – это будущее. Это единственная монетарная политика, которая защищена по-настоящему распределенной сетью, на которую можно положиться. Все остальное просто шум. Какая разница, скажет нам ФРС правду или ложь сегодня или завтра? Мне все равно. Я нашел монетарную политику, у которой я могу верить. И я знаю, что она не изменится завтра из-за кучки сумасшедших. И имя этой политики – биткоин. Напиши в комментариях, что ты думаешь по поводу услышанного. И в следующий раз, когда ФРС США начнет рассказывать о том, что рынок биткоина – это самый манипулируемый рынок из всех, вспомни это видео. И вспомни, что это очередная ложь. От федеральной резервной системы. А меня зовут Богатейщий Ди. Если видео было для тебя интересным, не забудь поставить лайк. Это очень помогает каналу расти. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...